итак друзья я вас всех приветствую и снова нас ждет с вами очень интересный видеоролик и все-таки мы попробуем приблизить и рассмотреть сегодня что же там с нашими небесными светилами и что за яркая звезда горит а с левой стороны вот она вообще почему-то моргает не могу понять маленькая звездочка то появляется то тухнет вы сами можете видеть очень странный эффект самое главное мы приближаем нашу огромную звезду пробуем ее сейчас увеличить посмотрим как все это у нас получится что мы смотрим сможем разглядеть в конечном счете что же это за корабль богов что он нам напоминает сейчас секунду чуть-чуть назад а дело в том что мы будем продолжать тему вчерашнего видеоролика о что-то появилась там видите огни рядышком и моргает ничего себе что за вспышка какая-то невероятная вспышка видите раздваивается пульсирует просто пульсируешь какая-то звезда или что-то с ней происходит и вот опять ведь это как раз тот самый юпитер который нам рассказывает что это вам напоминает друзья ну-ка расскажите как будто какие-то яички или яичники может быть похожи или легкие еще это напоминает какие-то почки странная картина невероятно сегодня у нас представлены я даже сам не могу сказать вам точно как вот это может происходить и что за объект мы наблюдаем по факту это должен быть у нас сейчас юпитер вот он уменьшился появились вон его 4 луны кажется и опять исчезли какое-то моргание это действительно корабль который может перевоплощаться как я понимаю и меняет даже свое обличие возможно в данный момент и происходит такой самый главный момент что кто-то с юпитера вот бывает а кто-то прибывает на него давайте попробуем еще немножко приблизить и рассмотреть потому что тут невероятно мы с вами сейчас увидели кадр конечно фантастический вот это раздвоение произошло конечно может быть за что-то там звезда зашла тоже как вариант возможен не будем утверждать что произошло но по моему произошло что-то фантастическое мы можем опять видите переливающийся объект и я сейчас попробую вручную немножко поднастроить фокусировку давайте вот так чуть-чуть я сейчас уменьшую попробую смотрим что же ничего не меняется не понял вот вот поменялось вот что мы на самом деле видели этих четыре точки это все-таки юпитер но как же он сильно сейчас повернулся вы видите вижу кстати три тусклых точки 4 я не вижу чтобы у юпитера сейчас было четыре вот этих спутника видны только три пробую чуть назад но так я думаю видно замечательно фантастический кадр я немножко сейчас отведу и камеру поправлю охрана мне съехала тогда возвращаю съехала камеры я зацепил картинку так же чуть-чуть друзья потерпите вот они опять эти точки мы их видим замечательно смотрим теперь полностью перемещение передвижение сейчас мы видим своими глазами теперь уже нет раздвоение никакого который было до этого очень странные эффекты снимаем такой редко можно увидеть но мы сегодня это заметили пытаюсь поднять руками немножко выше ну вот таким образом она выглядит скажу сразу что вот на эту самую дальнюю светящуюся точку собираются отправиться наши российские космонавты и космонавты скажем такие ученые собираются именно отправить людей как я понимаю не роботов и создать там базу уже в очень скором времени вы даже не представляете эту фантастическую информацию все это было показано вчерашним нашем видеоролике где я объяснил ту ситуацию что оказывается после того как были построены базы на луне затем на марсе а теперь они забираются еще дальше на юпитер и хотят построить базы именно там конечно все это звучит фантастически но мы сейчас с вами продолжим наблюдение картинка очень интересно мне нравится вот я немножко зафиксировала и попробую еще приблизить чуть-чуть на максимум все максимальное приближение здесь мы сейчас потеряли третью светящуюся точку точнее четвертую 3 как раз мы видим а 4 куда-то пропало возможно этот корабль очень сильно перестраивается потому что в самом начале мы видели что происходило какое-то раздвоение как будто почки или непонятная структура менялась вот это внутренняя часть самой вот этой круглой планеты или круглого шара и называя еще конечно его кораблем богов создателей с левой стороны там есть еще одна звездочка которую мы тоже сейчас рассмотрим это должен быть у нас сатурн с кольцами вижу моргающий пролетающий объект сверху вижу еще огромное количество звезд но не знаю сможем ли мы сфокусировать хотя конечно же попробуем наша задача сегодня увидеть вот эту яркую планету и чуть-чуть нее левее скажу сразу что по всем космическим законам вот этот вот юпитер планета богов и сатурн должны соединиться в одну точку 21 декабря 2020 года это будет безумно интересное шоу и мы с вами должны обязательно его посмотреть и зафиксировать думаю будет переход какие-то другие миры какие-то возможно вселенной мы должны будем с вами наблюдать этот момент обязательно как вы понимаете этот день почти что самый у нас получается короткий в году и в этот самый момент будет открыт портал в другое измерение в параллельную реальность думаю что пятое измерение нам откроет сейчас мы частично уже перешли из четвертого в пятое и нас ждет возможно такая финишная прямая будем наблюдать этот момент но еще достаточно долго до него сейчас мы находимся в сентябре 2020 года поэтому нужно посмотреть как идут предварительные все эти приготовления события вижу вот там еще что-то маленькая вылазить за вот этим большим кругом или юпитером там какая-то спрятанная еще планета возможно вот та четвертый или кто-то присосался приклеился к юпитеру возможно корабль подлетел космически как я понимаю и в данный момент идет какая-то может быть переброска или людей сейчас секунду боюсь есть съехала потерял немножко терял потерял вот она звезда а я ее потерял попробую опять приблизить вот она вот такая снимая опять же повторю что на обычную видеокамеру panasonic hc в 510 покупал ее она бы уж на я покупал опа а вот загорелось что-то еще звезда на самом деле на небе сейчас достаточно много звезд и они опять появились после того как 14 сентября 2020 года полностью пропали с небосвода и мы не могли их больше видеть вы сами помните как я запечатлел тот момент и какое колоссальное впечатление на меня произвело то событие потому что действительно этот день я смог зафиксировать том числе на фото и видеокамеру что в небольшую облачность на небе не осталось ни одной звезды думаю была какая-то перетрансформация нашей матрицы или кто-то чистил или менял светильники или такие лазерные огни на нашем куполе думаю я и мы все с вами понимаем что наше небо свод небо из воды в том числе имеет определенный кукол так эта планета у нас уходит давайте посмотрим соседнюю звезду что-то там вот у нас еще есть это наш любимый с вами сатурн знаете сатурн это такая планета с кольцом вроде бы как говорят но для меня это око бога такой же космический корабль сили камеры вернуть пока что извиняюсь такой же око бога или планета богов попробуем приближать ее максимум как полусь все приблизил максимально вот такой вот это овал как глаз дракона очень сильно мне тоже напоминает если присмотреться действительно полукруглый объект или даже возможно это похоже на летающую тарелку еще таким образом выглядит вы не поверите но точно также большая дыра думаю вы знаете и слышали что в космосе есть большие дыры такое понятие хотя я не совершенно не верю какая-то глупость для меня кажется но ученые нам рисуют именно вот такой вот округлую часть с с таким поясом это и есть черная дыра примерно вот так она из себя представляет не могу поднять выше мы по понаблюдаем так чтобы хотя бы не дергалась сама вот эта вот конструкция движется она сейчас очень быстро направо и немножко вниз уходя туда и прячется от нас и вообще в данный момент тяжело заметить все эти планеты потому что они очень и очень быстро скрываются надо мной опять летит огромное количество каких-то моргающих огоньков возможно самолет или что-то еще ну давайте попробуем поймать если вы увидите нет отодвигаю сможем ли мы увидеть или нет она сейчас огонек вот видите моргнул уже нет ему да ну все он скрылся мы увидели как моргнул огонек и все это часть скрылась друзья давайте же искать наши звезды вообще посмотрим что сейчас происходит в данный момент где мы расположены давайте посмотрим нашу программу откроем все внимательно изучим так здесь во первых нам нужно сделать дату буду сейчас я тут как у нас троечку веду так секунду хочу тут кое-что сделать вот так чтобы лучше чуть чем мы с вами могли все разглядеть ставим сегодняшнее число выбрать дату дату ставим она сейчас сама нам поставится 29 декабря не нужно сейчас ставим сейчас поставили и вот время побежал вот таким образом все выглядит давайте же сейчас мы чуть-чуть потише сделаем мы сейчас попробуем все очень внимательно рассмотреть и так земля меркурий венера мы поворачиваем сторону вот здесь венера вот юпитер сатур видите получается вот эти две больших а вот еще на черный объект какой-то камень летать вокруг солнца мы камней здесь много нам показывать перешли мы на землю теперь повернемся в сторону и увидим что как раз там возможно были вот эти две планеты опять же юпитер с его спутникой мы вчера рассматривали и узнали что это такая планета или космический аппарат куда хотят даже перебраться люди и первые люди которые там хотят оказаться именно не поверите именно мы с вами русский на крым показываю сейчас и число и вот сюда вот на каллисту хотят перебраться давайте попробуем сюда подойти посмотрите еще раз внимательно вот такая вот луна юпитер она кстати напоминает нашу землю земную луну но немножко другая и по размерам она сопоставима с нашей земной ну вот так вот рисует этот юпитер который мы сейчас с вами смотрели вот эти четыре точки 3 так у нас получается что мы видели всего лишь три огня почему мы видели три если мы сейчас посмотрим вот здесь была европа справа как раз мы видели вот эту каллисту если как нам рассказать ученые а 4 ты где была сзади спрятался вон она и о мы его не видели потому что он был сзади 2 находились сейчас точно слева одна справа но ведь как красиво все делается ведь действительно все как-то унисходит все похоже но в любом случае думаю все это какое-то большое шоу а компьютерной программой все остальные вот эти технологии можно легко подделать сатурн с кольцами это тот самый глаз который мы рассматривали давайте на него переместимся у него тоже видите свои здесь есть у сатурна а луны их очень много титан мимас рея энце энце энцела тифия ну очень много но их мы конечно не видим мы видим только вот этого глаз или ока больше мы пока что ничего не замечаем как нам рассказывают ну какая-то фантастика опять же повторюсь земля вот давайте посмотрим земли есть только луна но кстати я думаю друзья сейчас я давайте вон опять летит . вспышка давайте покажу вспышку буду рассказывать как я предполагаю что в земле есть еще скрытая луна или же тайная какая-то черная планета которая нам не видна давайте попробуем приблизить вспышку если получится она такая белокрасная возможно от самолета сможем ли сфокусировать или нет точно не знаю но будем пытаться камера в принципе настроен на вспышку может быть будет видно вот что-то пока ничего да нет никаких вспышек мы не видим они вот вот она вот она вот она вот 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 видите вспышка пробую приблизить вот она все мы ее потеряли но давайте хотя бы увидим ту звезду которая сейчас рядышком вот здесь со вспышкой моя камера засекла вот еще одну звезду которую можно будет приблизить и рассмотреть а вот там еще слева что-то есть это уже совсем другие планеты и звезды не те которые мы только что смотрели ой вниз опять они расположены строго сверху давайте приближать ох ё-моё как разрастается то просто какое-то огромное зрелище исчезло что это было чуть назад вот фокусировка как-то видите видите какое зрелище возможно камера фокусируется конечно но зрелище действительно еле-еле можно разглядеть но чуть-чуть видно я попробую сейчас ввести кое-какие настройки опять поиграться фокусом если получится вот вот она заморгала опять стало огромным моргает становится огромным приближаем вот максимальное ее увеличение все друзья сейчас я вроде бы уже и сфокусировал и лазерная наша портал или точка начала перемещаться очень хорошо это видно она сейчас движется вправо я чуть-чуть камеру переведу и мы за ней просто в таком стационарном состоянии ого-го-го вот это нам шоу показывают а вы видите просто вот это сто процентов сейчас вход в другое измерение кто-то перемещается сейчас в наши миры возможно из пятого измерения в четвертое или из четвертого в пятое но такое невероятное шоу мы еще с вами никогда не видели растет увеличивается форма просто какие-то невероятные квадратные треугольные еще какие-то конечно фантастические кадры какие-то поймали мы с вами звезду очень трудно это сделать на мою видеокамеру но если вот так вот поймаешь то потом ждет нас как обычный сюрприз те две первых звезды или планеты остались где-то очень внизу около земли а рядом вот с этой звездой смотрите сейчас пролетит огонек я чуть-чуть назад отведу вижу летит огонек вот видите нет нет не видите может быть увидите вот он пролетел совсем рядом внизу вот он видите вот-вот-вот-вот летит-летит 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 и удаляется фантастика 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 и сверху оказывается еще какая-то звезда вот что это за объекты летают а? это уже какой-то третий объект у нас сегодня пролетел и вот еще что-то есть там слева невероятные кадры будем приближать сейчас рассматривать что-то летает в ночном небе очень серьезно и вот давайте еще посмотрим это все переливание красота неописуемая пишите свои комментарии высказывайте мнение как вы считаете звезды настоящие или это порталы и возможно голограммы как я предполагаю что в нашей жизни можно более-менее утверждать ну и не на 100% и на 90% что луна и звезды точнее луна и солнце вполне реальны а вот насчет звезд я вам сразу скажу что это какие-то голограммы или порталы в другой мир я продолжу наблюдать друзья если что-то интересное будет я вам конечно сообщу но мы не видим это переливание сегодня я вам говорю до новых встреч поехали пока и бом 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 и бом